будем слушать дмитрия петрова из компании оператора связи комфортел как раз с рассказом о том что нас ждет в ближайшем технологическом будущем относительно интернета сегодня у нас еще на повестке такая техническая тема у нас ура есть технический эксперт это генеральный директор компании комфортел представитель оператора связи такого большого стейк-колдера и я думаю сегодня будет много всяких интересных сайтов именно с точки зрения индустрии именно тех людей которые не просто разговаривают об управлении интернетом а конкретно этим и занимаются дмитрий добрый вечер вам еще раз добрый вечер илона добрый вечер коллеги соратники все неравнодушные все неравнодушные к тому как же зарегулировать интернет в россии правильно ну или просто что делать с интернетом не обязательно его регулировать мы сегодня поговорим ну скажем так о неких трендах да вот технологического развития интернета как это будет выглядеть застрим внимание на каких-то технологиях на стандартах на поколениях связи может быть прокомментируем какие-то мифы которые периодически тоже появляются в прессе мы комментировали мифы такие более высокого порядка да но сегодня спустимся на уровень технологий и начнем наверное с такого базового базовой темы о которой как правило мало кто задумывается потому что мы привыкли что интернет у нас в смартфоне мы там пользуемся с вами сетями какими-то сервисами доставка еда банки ну просмотр видео всего остального но всегда интересно спросить у собственно отрасли для чего же еще используется этот сам интернет какие есть вообще не очевидные кейсы не очевидные кейсы но интернет используется на сегодняшний день нельзя конечно сказать что повсеместно но практически все сферы он затрагивает из не очевидных кейсов но например когда над мэйфи выступал дачи должен был выступать президент путин выступление не сорвалось и задержалась задержалась она из-за того что злые хакеры задыносили сервер который отвечал за онлайн авторизацию журналистов и посетителей мероприятия вот это из разряда никто не ожидал а вот целое важное мероприятие чуть не сорвалось просто потому что не предусмотрели там периметр весь так иначе было дедоса защищена этот сервис казался совершенно второстепенным однако вот привел к тому что там съехал расписание новости попала и так далее ну и в принципе был наверное первый случай когда не журналисты ждали путина путин журналистов извините видного и смешного также но на сегодняшний день конечно носимые устройства лично сам я страдал когда зашифровали гармин и часы которые были не просто часами постоянно носим датчиком превратились просто часы вместе со мной там десятки миллионов людей по миру страдали не могли приложить и увидеть как там их сон там результат что там у соседей и так далее и на сегодняшний день у нас довольно много завязано на интернет инфраструктуры которого пока еще это конечно самый зачаток тем не менее знаю вот например там несколько десятков человек собрались послушать или там пообщаться друг с другом и как только сеть пропадет сразу что-то возможность исчезнет конечно из очевидного но в целом я не знаю он когда были ковровые блокировки кто-то помнит нас русском надзор пытался бороться с телеграмом телеграм успешно боролся с этой борьбой и это приводило к тому что собственно значительные сегменты интернета попадали под блокировки это приводило к отказу всевозможных сервисов там начиная система сигнализации видеонаблюдения компании занимающиеся разработкой или поддержкой софта на время выпадали понятно что это необходимые истории но так или иначе вся эта ситуация тогда показала насколько уязвима неподготовлена сетевая инфраструктура к какому-либо воздействию на сеть зловредному либо законотворческому при реализации этого законотворчества в жизни поэтому но в дальнейшем нас ждет еще больше много эпичных историй потому что собственно инфраструктура сетевая она все глубже проникает в повседневную не только бытовую жизнь но и в технологии технологии умных домов технологии умных зданий в конце концов есть там технологии распознавания людей которые работают в том числе на государства не знаю если кто-то проходил бесчеловечную границу в россии я вот и проходил пару раз очень приятно когда никаких людей просто подошел улыбнулся в камеру положил паспорт руку пожал роботу руку в общем да и через пару минут вышел соответственно это же также завязано на сеть да другое дело что у нас государство осознало что вот это вот сеть которая между все которое глобально это опасно потому что вот а мы если вдруг от кого закроемся у нас все отключится и что же делать нам в этом случае поэтому нас возникло много разных законов и относительно хранения персональных данных чтобы исключить вероятность того что при пускании железного интернет-занавеса падали какие-то сервисы завязаны на обслуживание людей но как правило так напрямую или косвенно связано с хранением и обработки перс данных вторая история это законно о критической инфраструктуре интернет на который там я не следил за этим но там пару-тройку лет назад стало развиваться далее сейчас обретает все больше актуальность потому что от работы этой инфраструктуры начинает зависеть все больше и больше социально значимых сервисов и критически важных сервисов тоже в прочих чертах наверное так а ну и даже хотя даже господин здесь банального на сегодняшний день почти все бизнесы до управление бизнесом происходит так или иначе по сети ерпи серым бипе любые виды больших информационных систем каких-то мелких подсистем какие-то на костылях написанные там значит заглушки чтобы одно с другим как-то взаимосвязано работала все это работает по сети и безусловно воздействие на сеть она приводит к отказу в обслуживании всевозможных сервисов поэтому на какой просто отвечаю на это был а не очевидных применениях интернет вообще у меня тогда будет уточняющий вопрос раз уж вы затронули государство если какое-то мнение от отрасли может быть широко да целом от оператора связи что предпринимаемые инициативы в том числе законодательные да вот о суверенном рунете так называемом это как-то помогает вообще или не совсем или мы не в ту сторону смотрим ну давайте я свою гражданскую позицию выскажу на этот счет я считаю что эта деятельность государственная которая сейчас происходит в плане регулирования интернета на своей цели преследует не защиту граждан от внешних угроз а скорее защиту государства от граждан и от внешних угроз потому что для того чтобы защищать нас от внешних угроз совершенно не обязательно идти тем технологическим путем который выбрал государства на мой личный взгляд мы скорее идем просто по китайской модели то есть нам нужен некий наш великий российский фаервол который позволит нужный момент отключать все не надо да но как минимум отключать то что необходимо отключить как правило какие-то сервисы вещания доставки информации сервисы коммуникации взаимодействие друг с другом поэтому на мой взгляд просто надо посмотреть на то как это же развивается в мире я насколько я этим вопросом владею в общем то в эту сторону именно по созданию такой инфраструктуры пошли только на такие достаточно авторитарные режимы да вот ну китай россия возможно кто-то еще нельзя сказать что интернет таким каким мы его знали там в нулевых сохранится безусловно в целом государство осознали что интернете надо точно там ограничивать регулировать там не только россия блокирует сайт в европе есть и где есть другое дело что просто раньше это казалось чем-то невозможным абсурдным интернет это поле свободы на сегодняшний день многие правительства осознали что интернет это поле общения как граждан между собой так и вообще взаимодействие людей и систем и самая главная передача информации возможности и утечки и на фоне этого безусловно госрегулирование она будет ужесточаться просто в таких странах с менее демократичными режимами это будет более заметными более резко и радикально в более демократичных аккуратно и с опозданием дмитрий добрый вечер а меня слышно у меня такой вопрос он скорее связан с законодательством вообще в области как раз регулирование интернета вот вы говорите то что ну регулирование интернета она в таком агрессивном виде она распространена в россии в китае в первую очередь не знаю ну может знаете вы нет есть закон цифровых услугах в евросоюзе и там есть так называемый кризисный механизм статья 27 а который в случае экстренной ситуации там пандемии войны там какого-то глобального техногенного бедствия позволяет насколько я понял статью вообще европейским властям полностью регулировать контент который размещается на сетевых сервисах ну в первую очередь конечно социальных сетях то есть ну фактически такой как бы государственная цензура легализованная абсолютно полностью и по моему если я не ошибаюсь это как этот закон он даже более радикальный чем аналогичный там закон о суверенном интернете в россии может я вот как прокомментируете и может я неправильно я понял артемий но прокомментирую следующим образом я его не читал я о нем не слышал хотя в контексте своего бизнеса новости такого рода безусловно изучаю и за ним слежу однако из того что вы сказали что я понял разница между тем что у нас и тем что в евросоюзе там если все как вы сказали это просто описано что такое право появится на такого рода регулирования когда произойдет какое-то событие в нашем случае это регулирование происходит он назовем так превентивно и в нашем случае она уже происходит технологически и законотворчески то есть если там просто статье описано что если что то имеете право разработать и принять какие-то меры нашем случае меры разработаны приняты дорабатываются еще и технологически уже обеспечена тсп у технические средства противодействия угрозам да они там на 80 процентов вот русском надзор там недавно заявлял они уже на шпд сетях стоят на мобильных сетях на 100 процентов и что в двадцать третьему году вот они рапортовали что в 100 процентах шпд сетей будет тоже ты спу работать соответственно разница просто между примерами в том что у нас это прям вот сделаны работы это там просто есть статья в которой сказано что если случаться вот такие вот как война или какие чрезвычайные ситуации бедствия то право у вас это регулировать есть я ты так понимаю я не знаю у меня есть коллеги за рубежом кто работает там в эстонии в германии испании и никто из них мне про какой-либо аналог такой системы как с построена у нас и доделывается не рассказывал дни про недель не читал это статья которую говорите да она требует изучения на и плюс это собственно подтверждает мои слова что мы в этом плане опережаем они в этом плане будут отставать и мы в этом плане действуем гораздо более радикально а там будут действовать осторожно равным счетом все по моему только подтверждает наверное стоит понимать что не одни мы тут впереди планеты всей в целом мир идет в эту сторону движется хорошо это или плохо ну на мой взгляд плохо для кого-то хорошо мир разнообразен добрый день дмитрий спасибо вам за ваши комментарии у меня такой вопрос наверное довольно простенький я не знаю получится ли у меня правильно сформулировать но вы говорили о том что сейчас очень многие компании да они все работают так или иначе через интернет вот вся связь осуществляется внутри компании через интернет но ведь изначально когда все начиналось существовали определенные локальные сети вот и вообще возможно и есть ли смысл настраивать какие-то сети взаимодействия компаний скажем так не через интернет чтобы в каких-то экстренных случаях они могли продолжать свою работу в штатном режиме совершенно верно абсолютно хороший вопрос не все бизнесы работают через интернет возможно ли бы я криво сказал либо меня криво истолковали но все через сеть или точнее правильно искать на сегодняшний день конечно не все сто процентов на большинство через сеть на для меня как связиста интернет лишь один из видов сетей по факту безусловно многие компании работают через сеть ну по сути параллельную интернету да то есть она не связана технологически с интернетом физически это проходит через те же кабели через тоже оборудование на уровне логики работы сеть оборудование тоже совершенно интернет это каналы передачи данных . . . . . . . . и так далее безусловно там например госорганы многие корпорации некоторые клиенты корпоративные они как раз таки для того чтобы построить собственную ведомственную сеть они используют выделенные каналы которые еще раз повторюсь не интернет но бизнес если мы говорим о нем он же так устроен он же всегда и про деньги и эффективность их использования и еще двадцать лет назад трансконтинентальные корпорации приходили к нам они соответственно свои филиалы подключали вот строго через выделенные каналы которые не имели отношения к интернету и потом собственно следующие там 10 и наверное даже может быть 15 лет строительство корпоративных сетей развивалась именно выделено то есть это были ведомственные выделенные сети не относящиеся именно к интернету но например последнего там пять-семь лет господи как она называется тэнфи я забыл аббревиатуру в общем на следующий день vpn сети строится поверх публичных сетей есть много современных технологий которые позволяют там настройки шифрование дальше передачу всевозможных профилей по этой построенной сети все короче идет в сторону упрощения и удешевления интернет за эти годы стал настолько стабильным и качественным и дешевым что экономически стало совершенно невыгодно строить вот эти вот выделенные на базе сети операторов сети гораздо проще на базе софта господи как же он называется-то и по моему я если кто-нибудь на гуглите подскажет буду признать в общем есть стек технологий который позволяет строить сети поверх публичные сети поверх интернета и она есть публичная сеть и вот это собственно тренд который появился и сохраняется понятно что трансграничными такие сети строить сегодняшних реалиях сложно потому что сложно обеспечить гарантию работоспособности сети в случае срабатывания там блокировок с одной или с другой стороны внутри россии однозначно это развивается и многие ритейл клиенты уходят с классических вот выделенных каналов от операторов на строительство собственных и венов поверх павлика ну как мы отличный вас вопрос клевая аудитория и не будете задавать можно вот совершенно любые простому я отличаюсь тем что своим сотрудникам умею на простых примерах там вот картошка вот морковка вот веревка там как-то работает так если еще вопрос вот сейчас по этой части или потихонечку двигаемся дальше по крайней мере руки вижу хорошо тогда вот сейчас на морковки и картошки я наверно вас попрошу прокомментировать собственно как так получилось что мы от телефона и телеграфа дошли до видео конференции в телефоне ну то есть про поколение связи поговорить более понятным языком ну и потом наверное вот развенчать мифы про 6g 7g и все остальное что у нас там появляется по этому поводу ну как мы пришли ли двигатель прогресса поэтому врожденная способность когнитивный человек сохранять энергию которую мы называем лень вот она привела к тому что мы имеем если говорить же да но ты так абстрактно в общем про 5g 6g ну что могу сказать значит на большом количестве конференции бывал обсуждали мы все 5g в россии прогноза дмитрия петрова зафиксируйте через пять лет проверим 5g в россии не будет по одной простой причине нужны частоты частоты у военных военные их не отдавали до этого но маячил какой-то маленький шанс что вдруг отдадут может быть можно там как-то вот это вот все под коверными способами давлением эспрессы экономикой взрывом смыслом может в конце концов воли президента вот на сегодняшний день я не верю то что особенно на фоне развивающихся военных действий что что-то у военных заберут что военным что нужно дадут мы видим да вот что заберут маловероятно а без частот 5g развить нельзя те частоты которые минцифры там перчатце предложили но это абсурд в них невозможно полноценной сети развивать и строить поэтому я полагаю что мы будем жить на каких-то то что сейчас в рекламе появились при 5g 4g плюс экстра спид там еще что-то но в общем это все будет вокруг четвертого поколения сетей до тех пор пока ну вот мы не дойдем до того что появятся либо частоты еще раз маловероятно что они появятся ну или точнее давайте так я поправлюсь совсем критики потом не не ругались что такого покрытия как 4g 5g в россии не будет и скорее всего мы это поколение сотовой связи перешагнем то есть ближайшие там пять лет мы постепенно до сети будет деградировать я не знаю если я бы я вот заметил даже за последние полгода прям сотовый сигнал очень сильно стал хуже и питере на области на это связано в том числе с санкциями и как-то эту ситуацию сотовый оператор безусловно будут выправлять для того чтобы какой-то уровень сервиса обеспечивать но постепенно мы придем к тому что когда наступит момент что нужно что-то менять я полагаю что к этому моменту уже 6g от вендоров будет на то что уже идут какие там работы работают эти международные ассоциации этот стандарт уже там пытаются писать описывать как-то в челябинске в москве тоже самое ну еще раз чудес не бывает во всей россии происходит и будет происходить наверное это позволит давайте по фантазирую хорошо развиться стандарту вай фай 6 если знаете есть такой это господи икс да у нас пейси последний был по момент и икс потому что он по заложенным в него возможностям вот вот прям 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 почти как 5g но только лишь вот вай фай соответственно не может быть используем как технология строительства глобальных сетей покрытия там серьезных каких-то территорий но вообще в целом наверно вай фай будет развиваться мы постепенно вот я не знаю поэтому тоже заметили многие перестали пользоваться вай фаем когда-то вот еще буквально там год назад вай фай в кафе да зачем на сегодняшний день придя куда-либо начинаешь искать вай фай да почему ну просто потому что объективно сети ту нагрузку которая есть не тянут и дальше будет только хуже но 5g к сожалению появиться у нас может только где-то вот локально теме какими-то там пилотными зонами на вот этих там не помню господи там же диапазон огромного количества гигагерц то есть это будет больше использоваться либо как технология альтернативная корпоративному вай фай корпоративной вай фай сети но в пределах там предприятий например да будет безусловно будут разворачиваться опять же на каких вендорах не знаю что-то вроде отечественные готовят что они приготовят тогда об этом почему тоже не говорят поэтому мой прогноз что 5g это ну это не то чтобы сказка нет почему они в китае в штатах прекрасно развиваться в россии это история не про нас вот поэтому скорее у нас будет внедрено уже шестое поколение у меня тогда вопрос такой уточняющий просто я конечно не спец связи в телекоме но тоже читала какие-то материалы там была такая мысль что невозможно типа перепрыгнуть одного поколения в другую то есть это в любом случае какое-то последовательное развитие то есть сначала надо потом голос поверх чего-то еще потом что-то еще поверх чего-то еще и вот когда у нас говорят что будет там 6g и уже 7g разрабатывают то как бы пропуская вот это пятое поколение это вот так так работает или работает давайте так я не технически все-таки эксперт важно понимать хоть и так был представлен я топ-менеджер и собственник бизнеса и не сотового мы не сотовый оператор мы проводной волоконно-оптический и в основном для бизнеса но в тему я достаточно погружен и могу сказать так что нативный переход безусловно он вот такой да там к четвертому поколению докупаем 5 она как-то там все вместе работает использует ядро от четвертого а сабмишин или как называется в общем грубо говоря последнюю милю до абонента вот эту радио это уже 5g потом когда вырастает 6g там что-то еще там меняется и в ядре она постепенно меняется но я я понимаю что есть вот такое как бы эволюционное развитие а перепрыгнуть 4 на 6 нельзя я думаю это неправильное утверждение просто по одной простой причине представьте у вас нет возможности купить вот у вас сейчас есть вот эта модель автомобиля и другую вам не купить но не потому что не продают допустим уберем санкции потому что не можете вообще позволить хотя в нашем случае потому что мы просто не продают и вот вы на это ездите 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 пока она уже ну вот ну вот совсем не станет старой не начнет ломаться и плохо выполнять свои функции и вот вдруг у вас появляется возможность купить следующее поколение то есть через одно в сетях это понятно не настолько все таки это не машина одна это инфраструктура блин на всю страну инвестиции там в миллиардов долларов но я уверен что так как другого пути у нас не будет поэтому вполне себе представляю как произойдет переход там с 4 сразу на 6 просто он потребует гораздо больше капитала вложений на старте и это будет сложнее делать развиваться это будет медленно но в моем понимании целесообразность внедрять 5g например там через пять лет она будет под большим вопросом потому что решение по внедрению принимать будут тут менеджеры а у них будет стоять вопрос а зачем нам вот сейчас внедрять предположим появились частоты появился оборудование но зачем нам это сейчас массово внедрять когда вот уже осталось там господи похоже годик-два и вот появится 6g там он эриксон уже презентует huawei уже там вот всем показывает на выставках она есть ла-ла-ла-ла-ла вот это вот все поэтому я где я думаю что будет примерно так как будет на самом деле покажет время я не то чтобы футуролог но когда в двенадцатом году приняли 139 федеральный закон защите детей от вредной информации я сказал ребята вот смотрите цензура подъезжает это скоро будет китайская модель вот один маленький звоночек детишечек святое же от плохого нужно защитить я тогда сказал все вот это вот китайская стена все будет ну просто единственно что гораздо медленнее развивался у меня такой вопрос как раз к вопросу о 6g и huawei huawei они связывали например 6g еще свои инициативы new ip и в принципе new ip понятно да против него очень сильно выступают там на западе из-за этой функции там kill switch то что можно отключить кого угодно из интернета но например вот скажите с точки зрения предпринимателя для бизнеса new ip вообще ну как вот такая будущая инициатива для ускорения интернета разве не будет выгоден бизнесу потому что он вроде увеличивает там скорость то что нет обращения к днс серверам это наоборот дестабилизирует интернет как говорят западные эксперты это все ерунда new ip но это инициатива хавая интернет айма сушки на футурологии давайте вот так вот с небес на землю с докладов на конференции в реале айпи в 4 диапазон уже давно исчерпан этом не где-то там записано дальше по ходу ну давайте раз сейчас всплыла и говорить о том что значит сейчас внезапно где-то там хуавей пролоббирует наверно у себя внутри китая там где у них собственно по сути интернет да они могут внедрить любые технологии насколько они смогут добиться чтобы это стало развиваться в мире я считаю не смогут одной простой причине что мировое сообщество страдает от того что в мире дефицит ipv4 адресов огромное количество денег тратится просто на оплату вот жуликов которые получают за аренду или за продажу в общем-то ничего и казалось бы эти деньги могли бы пойти на модернизацию собственно тех самых сетей которые почему-то не могут работать только на ipv6 или сервисов которые могли бы не работать по ipv4 работать только пойду 6 чтобы наконец все человечество такой ход и перешло на пиво 6 и так это не работает это очень сложная глобальная такая не децентрализованная система которая работает по принципу тут вот давит деньги здесь давит технологии и постепенно 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 она вот начинает там когда-то был на конференциях райпа и там речь шла про то что и пиво 6 трафика там какие-то проценты на сегодняшний день там уже десятки процентов вроде бы хотя опять же не простите не подготовился настолько не думал что придется но так или иначе там и пиво 6 трафик казалось бы растет я вот просто детства жду когда вот наступит критическая масса когда и количество трафика будет таким а пиво 6 и дефицита и пиво четвертых на который будут давить экономические факторы потому что чем больше дефицит тем выше цена и самое главное количество устройств потому что чем вот мы сейчас об этом говорим чем больше устройств сети тем соответственно больше нужно отрезов нате там все эти миллиарды адресов опять же тоже дорого и сложно и технически не нативно поэтому я не верю ни в какие штуки какой-либо там new айпи потому что даже банальные и пиво 6 который вот казалось бы поддерживается на борту каждого устройства почему-то не стал стандартом и айпи в 4 не похоронили хотя вопрос интересный почитаю вообще что такое поглубже но я тогда наверное добавлю потому что с ним айпи это очень забавная история поскольку вообще все вот интернет протоколы разрабатываются в itf и все идеи опять же да приносится туда инженерами и обсуждаются и каком-то 2020 году что ли первый раз вот как раз huawei пришел как будто из рабочих групп и такой вот мы тут придумали новый протокол но он типа совершенно с другой какой-то архитектуры внутри то есть потребуется вообще пересобрать вот весь вот этот пирог интернетовский да который мы с вами обсуждали вот самого начала и все сказали типа ребята вы что-то вообще фигню придумали идите отсюда и они пошли в международный союз электросвязи ну а там как бы немножко другие процедуры бюрократические там это все запурили в программу вот эту исследовательскую там комиссии собираются они это все сидят обсуждают но как бы позиция itf она однозначно то есть никаких не айви потому что это ломает всю собранную нами систему вот у нас есть и пиви 6 про который дмитрий говорил как бы его надо внедрять и это как брюши закрывает все проблемы потому что проблемы с учебанием адресов уходит на дальний план а у китая там совершенно какая-то новая вселенная рождается и как бы это идет в разрез тем что уже есть поэтому тип нет но они эту идею как бы не бросают видимо все равно что-то пытаются сделать я тоже уже давно не следила чем закончилась история но какое-то время вот комьюнити российская вот кто ездит на эти всякие встречи они там очень долго обсуждали и периодически смеялись но посмотрите смеялся потому что так кто-то от кого-то фонит звук а понятно я смеялся с этого потому что ну так не так это не работает на примере ipv6 это стало понятно потому что но чему-то я строил прогнозы что мы перейдем на ipv6 еще там не знаю в двадцатом восемнадцатом плюс минус до нос и воссы ныне там и непонятно еще когда вся эта ситуация наконец там поменяется и развернется вроде технологически как мне кажется там подавляющее число сетей готовы вроде как экономически но вот уже насрело за аренду этих и покупкой адресов выплачиваются какие-то совершенно астрономические абсурдные суммы которые смогли бы пойти на что-то полезно модернизацию сетей но не на на плату владельцам того факта что в реестре записано что это их поэтому я не верю что одна страна пусть и будущий технологический лидер ну или как минимум какая-то у нас будет не монополия там технологическая дуополе мировая но я не верю в то что они смогут добиться того о чем заявляют в краткосрочной перспективе однако ускорение внедрение технологий все-таки происходит на мой взгляд поэтому когда в целом интернет перейдет на и пиво 6 к тому моменту китайцы там свой этот не айпи на своих собственных там паре миллиардов китайцев обкатают и возможно плюс еще зашьют в кучу китайского оборудования к его там у нас предположим не знаю кто момент уже там половина будет по миру и наверное как то вот это будет в том числе нативно поддерживаться но это все такая сетевая авторология на это должен быть запрос вот а для чего это вот айпи в 6 понятно для чего потому что и пиво 4 кончились устройств все больше и больше потребностей все больше в итоге сети приходится строить на костылях сети над и так далее поэтому я полагаю что вероятность вот эту миру и пиона низко вот скрестить пальцы чтобы поскорее уже и пиво 6 победил пиво 4 вот за это стоит всем за там болеть молиться работать и окей а у меня тогда дополнительный вопрос поскольку мы затронули санкции и ухудшение качества связи мобильной она широкополосных операторов то тоже как-то повлияло или нет нет на широкополосных операторов это практически не повлияло это накопительным эффектом может повлиять когда у нас закончится емкость магистрального оборудования потому что на уровне доступа оборудования как вывозилась так и возится как покупалась так и покупается и переизбыток портов ваши поды сетях он достаточный настолько было понастроено за эти годы что в общем-то ближайшие несколько лет там проблем не будет вот если нам нас лишат возможности какие-то серьезные терабитные роутеры грубо говоря модернизировать и ставить но там да где-то могут возникнуть проблемы но я в какой-то прям вот коллапс не не верю просто потому что на так или иначе просто придется переплачивать за параллельный импорт хотя нет про терабитные роутеры такое параллельно не завезешь там поддержка там в общем не знаю наверное если проблемы будут то они где-то в перспективе там двух-трех лет не будет такого что сейчас мобильные пользователи будут бежать обратно на роутеры так это уже происходит и это будет происходить количество трафика из мобильных сетей будет вынуждено мигрировать в проводные с помощью вай-фая будет идти модернизация вай-фая то есть там условно биджи н будет заменяться на и си и по моему и x ну вот этот ряд и вай-фай и шестой если они по поколению же тоже нам первых три тысячи вот и на мой взгляд проблем шпд сетях будет значительно меньше по той простой причине что там гораздо больше запас пропускной способности производительности единственным слабым местом еще раз повторюсь это уже бордеры пограничные роутеры и особенно когда речь идет о каких-то серьезных но которые уже молотят терабиты трафика плюс dvdm системы да у нас есть там t8 допустим нам израиль там все равно еще что-то продает и так или иначе dvdm системы там развивать можно будет как некую базовую вот самую на физическом уровне на фотонике на уровне фотоники на инфраструктуру рунета ее еще плюс-минус развивать можно а вот маршрутизация серьезно у нас нет никаких аналогов ну то есть на к на коммутации у нас там есть условные там не знаю текст куточ там и чего-нибудь еще а вот роутеры способны маршрутизировать сотни гигабит и терабит такого у нас нет это только у американцев и китайцев и у тех китайцев которые их не продают и тонбу новости что они вообще с рынка уходят хуавей все там туда-сюда в дверях мечется скорее всего уйдет потому что для китая ой для китая конкретный хуавей российский рынок обстрани с глобальным экономический вопрос так не стоит поэтому конечно я думаю они уйдут поэтому вот в этом плане да наверное нас ждет какой-то но это не коллапс это просто будет опять же некая надвигающаяся проблема она компенсируется сокращением международного трафика такового то есть трансграничный трафик он сократился но в любом случае количество однозначно трафика зарубежного скратилось потому что а в с азур google в общем все облачные сервисы которые раньше использовались большие объемы данных там хранились обрабатывались и соответственно по сети гонялись они теперь мигрировали в россию раз второе какая-то часть сервисов из россии там либо ушла либо вынуждена ушла поэтому в целом однозначно некое скукоживание россии себя в плане сети происходит и объем трафика трансграничного стало меньше поэтому какой-то запас условно емкости то он так или иначе есть но если предположить что у нас сильно начнут расти объемы трафика и потребление трафика а при этом не будет возможности производить модернизацию пограничных мастеризаторов ну да будет постепенно ухудшение происходить и в том числе вот не только в мобильных сетях ну то есть мы придем к идеальной картине которую закладывали наши законодатели когда писали все законы регулирующий трафик у нас все замкнется в границах одной стороны я думаю еще просто начнется большее взаимодействие операторов с поставщиками онлайн-сервисов на предмет битрейта зачем гонять по мобильной сети на мобильное устройство вот такого диаметра зачем туда гнать господи 1080 точек или 720 а там sd качество за глаза и за уши вы разницу не поймете не увидите не надо поэтому я думаю что просто другая начнут начнут тончить начнут пытаться деградацию такую совсем серьезно увидим не скоро потому что но будут пытаться выкручиваться через что через какую-то коллаборацию с поставщиками сервисов тем более раз уж у нас они в основном все российские с ними можно договориться вот что давайте по умолчанию у нас и запускается на мобильной сети там не full hd а sd кстати по моему это уже плюс-минус как-то работает 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 так что она показывается в авторежиме то есть выбирает соответствии с своей сетью с ее качеством какое-то какое-то качество видео то есть но если у вас она работает в авторежиме то в будущем я думаю будет так что по крайней мере российские стриминговые сервисы если запрос идет с мобильной сети по дефолту будут включать sd качество без относительно того какую там условно ли могут посчитать емкость раньше как бы адаптивный этот битрейт он исходя из того там как-то считает и не знаю там чудитам полосу что-то в общем они считают почему определяют какая пропускная способность между абонентом и сервисом вот я думаю что пойдет туда когда будут танчить чтобы минимизировать нагрузку носить потому что ну конечно как не крутись все-таки видеоконтентом львиную долю трафика в сети составляет поэтому просто будет идти оптимизация на этом уровне то есть я не верю в коллапс вот я верю в плавную такую постепенную деградацию а кстати не затронет ли это вот принцип сетевой нейтральности если начнутся вот эти какие-то соглашения на сжимание илон у нас нет никакого принципа сетевой нейтральности она по крайней мере декларировался какая сетевая нейтральность вот я в финляндии был пока еще границы не закрыли не мог открыть некоторые российские сервисы и я точно знаю что это не связано с работой этих сервисов изнутри закрыта и я из россии не могу зайти на какие-то там финские сайты новостные по какой мы говорим нейтральности все мир поменялся я не верю не будем к нейтральности будет все плавно уходить в регулирование какая нейтральность господи twitter трампа забанили вообще не люблю трампа не люблю twitter но вот как вот одно с другим слушают но это же это абсурд нейтральности нет не будет она будет уменьшаться и все будет уходить в сторону градиента мне кажется мы говорим именно про доступ к информации а если мы говорим про сетевую нейтральность именно как нейтральность трафика то есть не отдается предпочтение каким-то сервисом на сетях операторов во первых в том или ином виде это предпочтение там обеспечивается просто вы говорите о том чтобы она была в протоколе заложена ну да с другой стороны но опять же я не технически специалист но я помню когда мы про 5g рассуждали там на конференции рбк речь шла о том что в 5g как раз заложен именно в протокол вообще в технологию возможность по типам трафика приоритизировать тоже вроде не про сетевую нейтральность ну как раз про нее и как раз нарушение этого принципа и нарушение то есть мы закладываем в протокол возможность тратить приоритизировать да нет я считаю что ли посетевая нейтральность это абсурд ну стриминговому сервису важнее иметь доступ в сеть чем обновлению приложения вот и все вот зону важнее иметь приоритет чем не знаю подгрузки баннера какого нибудь на новостном сайте или еще или скачки опять же но в основном притч про обновление до любое там скачка закачка обновления есть реал-тайм трафик и у него должен быть приоритет это нормально дело что просто некая сетевая нейтральность я понял о чем вы да мне кажется это станет не актуально ближайшие просто вот возвращаясь как раз к европе да мы уже упоминали там закон и в одном из тоже регулирование европейских есть такое положение что вот тоже в случае каких-то форс-мажорных ситуаций чрезвычайных там будет возможность как раз тоже приоритизировать трафик там для служб каких-нибудь там социальных или чего то еще и тоже все там очень ругались что как же так боже мой а как жестевая нейтральность ай-яй-яй но вот видите как бы вот все равно все идет к тому что приоритизация будет происходить просто где-то по запросу а где-то по умолчанию у меня просто не вопрос а маленький комментарий по поводу европейского подхода там не произвольном то есть по идее придет регулятор и просит а какого вы тут устроили эту приоритизацию и надо будет объяснить задачами либо сервиса либо какого-то реал-тайм подхода там и так далее то есть тут на самом деле европейский подход он поддержал принцип сетевой нейтральности но вот с такой оговоркой которая в общем делает его вполне себе адекватным развитие сети спасибо и вот тогда переходим к тому был у нас еще такой вопрос запланирован как на инфраструктуру собственно интернета и подключение трафика повлияют эти модные технологии о которых сейчас каждого утюга вещают там про дополненную виртуальную реальность про собственно интернет вещей которые множатся ширится и больше требует ресурсов ну и всякие там голографические способы связи и всего остального в общем вся фантастика как повлияли никак вы знаете какой-нибудь популярный в массах vr-сервис ну я не знаю таким не пользуюсь вот возможно у нас тут вся аудитория нерелевантно но по факту говорить о том что будет с этими технологиями через пять лет футурологией позанимаемся это понимаю впереди но на сегодняшний день носите это никак не влияет мы не видим сколь нибудь значимого трафика или запроса от пользователей что там не знаю не работают их vr-сервис или им требуются какие-то специализированные услуги отдельные каналы для обеспечения работы каких-то виаров и аров и уж не дай бог голограмм это я вообще не понимаю что такое понимаю но не понимаю почему почему оптиме как это фьючер оптимисты считают что вот это вот все будет не понимать ну возможно сблуждаюсь вот у нас анастасия анастасия да да может я неправильно понимаю чем идет речь но вот насколько мне известно правительстве москвы используют vr-системы для обучения сотрудников это то не то это то самое и поверьте даже в минобороны используется vr я это еще там года три назад видел выглядело конечно это все несколько топорно но тем не менее да вот виртуальная реальность шлем там у него труба он словно из рпг стреляет там куда-то попадает по телевизору это показали и вполне возможно что действительно вир технологии они есть не в смысле вполне возможно они есть они развиваются они будут развиваться дальше но вопрос звучал как они оказывают сейчас влияние на сеть да никак их они в зачатке это технологии для гиков которые вот в самом-самом вот еще вот зародыше поэтому на сеть это пока никак не влияет но умы вот футурологов влияет их заводит это классно то вот мета вот фейсбук там до цукерберг акции обвалились там три раза за год еще не прошел да вот из-за того что он там слишком свято поверил возможно она впереди будущее да он слишком как это рано решил в это вложиться время покажет но на сегодняшний день нет никакого массовая я почему его просто задал а вы знаете какие сервисы такие вот которые массово пользуются спросом я вот из этой технологии видел там когда можно померить площадь помещения вроде бы да и то я такое приложение на android не нашел я прода особо не искал бы если быть честно но так или иначе в общем единственная массовая и артех налоги это у меня все время опять же в телефоне появилась возможность добавить там на фотографию на видео какого-то какого-то существо атом из звездных войнов там пончик говорящий ну прикольно поржал сейчас почему-то она исчезла то ли google решил что это не надо то ли я не знаю где это искать режим 3d не нету раньше было вот в пикселя сейчас нету поэтому я не знаю я уверен что эти технологии они существенно улучшат жизнь изменит жизнь но в каком-то все-таки будущем на сегодняшний день это это возьмут не всех это примерно знаете как это как видео по сети я вот помню мы сидели на конференции в 2007 году и нам очень скучным голосом очень интересные по сути вещи рассказывал спикер из циска как будет расти трафик как будет много видео в сети вот так вот сидели засыпали потому что ужасно ужасно рассказывал ну ужасно классные вещи кстати это потом стало только понятно уж тогда казалось что он опять же нечет какую-то хине мало того что скучно слушать так еще и тут рассказываешь что все будет весь трафик будет видео не пошли годы сидим видео поэтому вот как вот тогда там в седьмом-восьмом году казалось странным с чего вы решили что все видео будет идти по интернету возможно также вот сейчас кажется что за vr и r это же не нужно на через 10 лет это будет повсеместно поэтому на сегодняшний день никак это не влияет на наши сети то здесь скорее вопрос что нет запроса именно вот от технологий на расширение да там не знаю каналов связи там придумали каких-то новых протоколов пока vr это либо обучение образования либо entertainment игры да ну там не требуется сеть они в основном все раба играют пока в проделав каких-то клубов на вот когда какие-то там мета вселенные появятся да и да наверное там будет какой-то запрос но я не понимаю с точки зрения сети ты ничего не поменяется но вопрос какие объемы там текстур надо будет гонять по сети то есть какие объемы данных и какая там будет требование к задержке кстати про сетевой нейтральность будет требование например там сплошной real time там чтобы вообще без джиттера все все влетало по факту обеспечить в сети 10 нейтральность это будет невозможно ну предположим поэтому не знаю честно мой взгляд пока это все вот такие большие штуки для проразвлечения плюс есть еще такой момент до чисто физиологический я насколько понял его до сих пор пока не победили то есть долго вот этот весь варшлем человек физически не может использовать потому что это напрягает очень серьезно зрение да и почему например и арт технологии тому гугла было это история с очками google ну классная история да но вот что-то не взлетело пока почему потому что когда у тебя один глаз там не знаю смотреть туда на другой идет проекция я полагаю что в организме происходит некий синхрон и возможно приводит к ухудшению зрения полагаю может ошибаюсь да я думаю вам виднее вы за этим всем наблюдаете следите там интересуетесь но я вижу что устройство анонсировалась и не вышло даже то чтобы не взлетела то есть там какие-то тестовые были и пропали но мир не стоит на месте все развивается я уверен что появятся потом очки просто но они будут как очки плюс камера да уже без какой-либо проекции а интерфейсом взаимодействия будет все-таки смартфон ты к этому я думаю придет но это не про и ар все-таки скорее про какое-то потоковое видео ваше персональное с вашим помощником который там поток того что видит там распознает синкает это с вашим каким-то там календарем планом предпочтениями друзьями подсказывает что вот в этой аптеке есть нужные тебе лекарства которые ты хотел купить там в том ресторане там сегодня подают вкусные пончики которые ты любишь там или в общем дальше фантазируйте сами нужны для этого очки с видеокамеры ну да наверное для того чтобы четко понимать не просто по геопозиции где ты там плюс-минус а вот прям конкретно понимать где ты и куда смотришь да я думаю просто они пытались экран вывести на очки я думаю это тупиковая ветка и вот и ар будет в виде никакой либо визуализации а скорее на матче разных данных поступающих с разных сенсоров и датчиков носимых носимых устройств и кстати я себе отдельно написал и мало об этом сказал про носим и устройство то есть сейчас у нас какое основное носим устройство смартфон потом второе у нас носимые устройства часы 3 там наушники которые можно определить где они там какие-то метки я думаю к ним добавится еще кстати носимые устройства собственно пульс измеряют я думаю потом появится носимые устройства которые измеряют не знаю что там давление очки которые будут являться носимым устройством анализирующим картинку поэтому вот да и ар будет таким вот не про визуализацию реальности а про совмещение так называемой виртуальности в виде облачков технологий алгоритмов нейросетей с носимыми устройствами как источниками данных а вот эти все штуки с там что-то куда там нарисовать голограммы я вот не верю но будем помнить опыт на 2007 годом и не будем отмахиваться нет что вы что вы что я очень категоричен но при этом верю во все хорошее реальная виртуальность да совершенно верно у нас последний остался облачок но очень технический и вот пока мы до него не добрались может быть есть вопросы вот как раз по этой части про всякую футуристику технологическую ну вроде вопросов нет во все они понимают что что будет здесь 15 лет тут непонятно чуть через полгода будет а вы так далеко загадывайте может быть вы что-то не успели сказать из того что я про футуризм я единственное мне это просто очень приятно поэтому этим поделюсь меня в 2000 кстати том же самом пресловутом восьмом рбк редактор лена кром спросила дима вот этот пишу про будущий петербург скажи пожалуйста каким ты видишь петербург через 20 лет ну вот с точки зрения связи вот в этом вроде как эксперт да может расскажешь во-первых я не эксперт что-то взяла во вторых я вообще не понимаю я не футуролог я я не умею так ну подумай там ну то время есть вот я остался и ездить и думать об этом думать 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 и вот в общем родилку сушен ты знаешь мне кажется что будущее это когда значит машины будут ездить сами без пилота вот как фильме я робот вот так же но я думаю что через 20 лет еще это не случится потому что ну как то я понимаю как медленно работы у нас бюрократический аппарат и все-таки это передвижение тяжелых устройств в пространстве это смерти жизни кинетической энергии в общем как бы вряд ли это произойдет прям быстро да классность штука давайте нет нет поэтому я понимал что технологически это разовьется так бюрократически не успеет поэтому я тогда сказал что вот у нас будут трассы где будет можно ездить на автопилоте и возможно будут трассы где можно ездить только на автопилоте водка собственно как в я роботы было переход на ручное управление будет возможен только в этом случае либо при съезде уже на дороге общего пользования почему потому что на магистрале можно развить средние стати в среднем по общей пропускной способности гораздо большую скорость если все едут одинаково если нету человеческого фактора то есть пропускная способность дороги сильно возрастет безопасность сильно возрастет вот видите прошло там сколько 14 лет смотрю на свой прогноз думаю наш как точно попал то у меня там было объяснение этому всему не просто этом кино насмотрелся потому что сотовые сети начали развивать передачу данных хорошо и стало понятно что передачи данных мобильная есть и может быть и будет развиваться дальше позиционирование появилась gps глонасс вот это все плюс вычислительные мощности дешевели и ставились мобильными стало понятно что дальше плюс собственно есть сенсоры датчики единственно что я тогда лидар как даже устройство не знал поэтому вот его не использовал свои терминалки так или иначе вот этот прогноз у меня сработал приятно наверно немножко футуролога во мне есть ну вот значит не зря мы вас позвали так я помню что у вас садится ноутбук сколько у меня хорошо хорошо теперь тогда про раз уж я готовился то я подумал что во первых это вообще конечно банально но так или иначе там чайники свечей холодильники подключены к сети сейчас это еще пока игрушки для гиков будущем по крайней опрашиваться эти устройства точно смогут более того я думаю что появятся какие-нибудь холодильники куда ты продукт когда закладываешь там условно там камера она его проанализировала учла срок годности и его объем и соответственно таким образом можно будет цифровизировать состояние того что у вас в холодильнике с точки зрения калорий с точки зрения что можно приготовить с точки зрения что по раз есть выкинуть и так далее что вам вредно с учетом того что вы решили похудеть потому что у вас носимое устройство пусть себе поставили цель в приложении скинуть вес там на 6 килограмм и вам нужно в общем датча почти сбился значит и вам нужно в общем это цель достичь и вот собственно через 15 лет я полагаю технологии будут работать так что в общем то вы сможете к этой цели прийти при помощи работы алгоритмов и сетей до рфит метки или какие-то иные аналоги появятся безусловно именно такие дешевые которые можно прямо на продукты лепить и туда забивать либо qr-коды кстати вообще ничего не надо вы просто qr-код сканер поднес и в qr-коде уже вся информация есть даму кстати скажешь скетчерами qr-коды мне кажется это самая простая технология над из банального да там про бытовые вещи вообще в целом умное здание то есть все что почему мы привыкли прикасаться руками этим будут управлять голосом и в этом меня убедил мой сын которому 8 лет он принципе писать умеет но еще плохо с ошибками когда ему подарил смартфон он что быстро прошарил что там есть кнопочка не на диктовать голосом нет он быстро понял что можно текст распознать и писать мне сообщение голосом текстовые да и я посмотрев на это понял что да и в целом гораздо удобнее в общем-то голоса просто пока технологии распознавания речи еще не настолько хороши поэтому здесь лет однозначно весь ввод в данных но не весь простите ошибаюсь а основная часть ввода данных будет голосовать взаимодействовать со всеми системами мы будем голосом в этом я точно уверен дальше там из со своим домом тоже то есть включи свет выключи свет и это будет уже кстати полоумный дом потому что умный дом будет включать и выключать его уже на основании там иных каких-то сенсоров вашего передвижения в пространстве или ваших привычек они заложенных сценариев как сейчас носимые устройства они будут развиваться они так развиваются да я как обладатель гармина вижу что собственно там приложенькой нейросети мне помогают больше заниматься спортом больше двигаться лучше понимать свой организм меньше употреблять алкоголь посмотришь думаешь чуть я не восстановился почему смотришь странный пульс высокий ночью чего это вдруг так мы же выпили пятница спала надо же и вот это вот от бессознательного сознательно переходит и ты потом вдруг понимаешь что ну вот взаимосвязь вот такая начинаешь меньше делать плохое больше делать хорошим я верю в то что google не просто так купил какой-то там вот как раз этот сервис там фитнес-браслетов и в целом туда а и apple сделал там для спортсменов наконец-то потому что в общем просто новые не новые ниши захватывают поэтому детские устройства будут в общем носим устройство те которые анализируют наше состояние здоровья и положение в пространстве они точно будут развиваться и они позволят носимые устройства плюс какие-то когнитивные технологии позволят сделать для нас мир еще более удобным когда телевидение как формат через 10-15 лет он конечно останется у тех бабушек и дедушек которые его еще будут смотреть поколение которое уже без него выросло будет смотреть какой-то стрим который будет формироваться на основании данных в том числе сносимых устройств кроме предпочтений которые так можно оценивать потому досмотрел не досмотрел лайкнул не лайкнул там от комитет 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 куда я там футурологии господи может хватит нет а биометрия вот вы знаете что я уверен через 10 лет не надо будет носить паспорт чтобы доказать чтобы доказать что ты это ты потому что я это я и вы это и так знаете если у вас есть вот это вот вся технологическая инфраструктура но у вас это игры про государство либо про какие-то иные организации и я верю что действительно через 10-15 лет не будет никаких бумажных документов как таковых в них с вами бы сейчас юристы правеси поспорили знаете юристы могут спорить сколько угодно они спорили когда про авторские права пресловутым 2000 там седьмом-восьмом там мы с ними восьмом-девятом скорее дискутировали что что юрист и вот эти все авторские права мешают развиваться стриминговому сервис он думан сервисом онлайн кинотеатром все есть 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 сети есть серверы правополадатели мешают и вот тогда собственно когда стали плотно развиваться торренты трафик торрентов очень сильно рос в сетях прям это вот мы как раз как операторы замечали сейчас кстати опять начали расти на силу того что опять же правообладатели до решили там свои права нас этих прав решить и народ пошел их нарушать мне к тому что тогда как раз именно юридическая база мешала развитию сервисов и мировоззрения правообладателей как только собственно этот барьер исчез все вот да кто качает фильме то не качает фильмы качают только ли там условно очень маленький процент пользователей основная смотрит онлайн по подписке либо там наслаждаясь рекламой в промежутках там вот она реальность да спустя там 12 лет поэтому раз мы загадываем там плюс-минус на эту же дистанцию 10-12 я уверен что конечно все эти юридические препоны будут позади в россии в меньшей степени хотя тоже знаете иногда в чем-то обгоняем вдруг там 5 вожжа под хвост попадет лучше чем европе делал он один финтех у нас чего стоит ну финтех да это наша отдельная и связь и связь у нас и дешевая дешевая в соотношении цена-качество просто мимо поэтому я думаю что все-таки биометрия плюс сеть сделают бумажные документы вообще как таковы атовизмом все они отомрут а но еще кстати до технологии распознавания да они же сейчас по большому счету еще немножечко но это чтобы в зачатке но тем не менее на начальной стадии развития и уже сейчас телефон вас узнает довольно хорошо достоверно голос прекрасно распознается пока еще там не было не прекрасно но уже достаточно хорошо чтобы я когда еду например за рулем там голосовым распознаванием пишу сообщение и пока еще там синтаксис хромает иногда что-то он плохо распознает возможно у меня речь кривая потому что мой сын когда пишет у него все четко возможно потому что он ходил к логопеду а я нет но так или иначе на сегодняшний момент нейросети так вот настроены что пока они отлавливают только качественную четкую речь но пройдет 10 лет поверьте даже жмакающий шанкающий без зубов и не носитель языка будет подниматься также хорошо как сейчас понимается вот носители с нормальной речи то же самое с распознаванием лиц с распознаванием образов и вообще я считаю что в первую очередь если уж мы про футурологию что в первую очередь нас ждет социально тектоническое изменение потому что огромное количество низкоквалифицированной рабочей силы постепенно будет вымываться на рынок труда я не верю в том что там что говорят все мы перейдем к безусловному базовому доходу все будут условно безработными я такой не верю потому что но это как говорили вот когда-то вот кино убьют театр сейчас говорят в театрах вообще рост хороший трафик потер и цены растут и так далее понятно что это немножко искусственно никуда театр не исчезла до говорили что знаю там интернет убьет телевидение нет работает прекрасно аудитория сокращается плюс-минус но работает поэтому я верю в то что не произойдет никакой там революции но эволюционно однозначно те профессии которые там у стола не знаю там охранник диспетчер оператор колл-центра их вымещать будут существенно вот эти самые технологии распознавания технологии распознавания датчики носимые устройства подключение технологических элементов зданий там и вообще инфраструктуры к сети и возможность ими управлять однозначно большое количество людей заменил а потом еще и таксисты поэтому чем они будут все эти люди заниматься ей я думаю ну что настроить видите у нас часто жалуются минстрой что вот им там два с половиной миллиона не хватает азиатов неправильно как снг-шек их называют те кто их тут легализует недавно слышал такой термин вот снг-шек не хватает ну так значит будут вот те кто раньше водил такси или сидел в будке охранника постепенно осваивать навык там как класть плитку как лить бетон там в такая терматуру и так далее ну я в это верю по крайней мере как получится не знаю но уверен что вот это все произойдет ну и вместе с этим будут развиваться дата-центры однозначно потому что количество хранимых данных растет несмотря на санкции что сложно ввозить серверы системы хранения данных там все равно так или иначе объем трафика все растет и расти будет дальше тенденция сохранится и усилится продолжится поэтому будет развиваться базовая инфраструктура интернета и вместе с этим однозначно будет развиваться регулирование инфраструктуры сейчас у нас госрегулирование она отстает у нас очень хорошо там спеша регулирует контент чтобы не дай бог кто-нибудь чего-нибудь там не распространил но при этом очень плохо и медленно регулирует инфраструктуру и если вас провести по узлам где например в петербурге там подавляющее большинство операторов кросс-коннекты осуществляют то есть такие узловые точки выход из строя которых это коллапс не тотальный да но это такая серьезная деградация и очень заметные граждане и они там ну в общем чуть ну и конечно не чердак с голубями но в общем это точно не та инфраструктура как это должно быть и а почему а потому что они требования стандартов либо они соблюдаются слабо либо не всеми поэтому я думаю что в первую очередь будет идти регулирование инфраструктуры во-первых потому что критичность инфраструктуры информационные как инженерный так и более верхний уровень она будет все возрастать и возрастать и безотносительно там не знаю тяги государства к цензуре а скорее просто потому что общество больше будет зависеть от сети и работы сервисов работающих по сети и соответственно нужно будет это регулировать как собственно строительство здание сооружений потому что это очень важно потому что создание обрушится это очень плохо гибнет люди вообще вот вот мне кажется по регулирование инфраструктуры они догонят потому что начали же с чего что стали считать там все эти разграничные переходы посчитать переписать точки обмена трафиком может дойдут и до каких-то технических там регуляций как все это должно быть сделано вот я говорю что они очень быстро и хорошо регулируют то где про ограничения и очень медленно то где про улучшение базовой инфраструктуры у создания условий ну вот например там говорили еще пандемия началась весь рынок дата-центров вздрогнул путин сказал что будут какие-то льготы по электричеству пандемия закончилась уже началась вообще новая эпоха пандемия теперь кажется чем-то хорошим нету и возможно где-то вот сейчас также там зуме совещаются представители минцифры с минстроем с минэнергом еще с кем-то да но нету просто казалось бы просто напримите но это же важно на вы хотите чтобы здесь развивалась так просто примите не знаю властью данный вам уставом там законам конституции чем поэтому пока регулирование в сторону как запретить ограничить я верю в то что жизнь заставит все-таки качественно отрегулировать как обеспечить то что обеспечивает нашу жизнь понятными минимально необходимыми требованиями соблюдение которых позволит эти критическую инфраструктуру развивать потому что я вам скажу так как бы там все это плохо не было построено именно благодаря тому что государство долгое время не лезла собственно все нулевые и начала десятых годов просто не лезла в отрасль так называемого интернета и считала это важно будут благодаря этому он у нас так замечательно развился поэтому вот когда я надеюсь запретительная часть законотворчества закончится важно чтобы законотворчество уже регулятивное как это развивать шло по пути на и меньшего регулирования просто вот обозначать какие-то там красные линии там кейпоинты что важно соблюдать участникам этого всего но в целом вообще все регулирует так или иначе рубль по факту клиент платит это самый главный валидатор действий участников рынка спасибо вопросу вот сейчас по этой части кого-нибудь возникли ух артемий ну может быть чуть позитивную какую-то мысль хочу высказать вот например пойдет россия российский интернет по китайском пути ну все знаем а из плюсов может ли например китайский путь стать для россии как это было в китае своеобразным таким бизнес инкубатором для отечественной отечественного бизнеса сфере там интернет коммуникации потому что я знаю например цирска когда ушли ушли их эти коммутаторы и наши там какие-то ltex и другие они стали более востребованы или это будет ровно обороты будет деградация смотрите значит не не я однозначно оптимистично смотрю на будущее нашего производства хотя предыдущие 8 лет могли тоже быть годами бурного роста но тогда власть не давала явных сигналов и плюс не было вот такой прям совсем тотальной изоляции но я считаю что еще если вы тогда было четко обозначено что не знаю там и в рамках каких-то контр санкций обеспечиваем субсидии производителям вот этого а также ограничиваем поставку вот этого то у нас однозначно вот гораздо лучше бы это развить но даже то что есть это что мы имеем сейчас просто сейчас мы оказались дурацкой ситуации но в россии так у нас такой менталитет дурацкий чем хуже тем лучше в условиях когда за в огне мы лучше всего развиваемся и вот такая вот и не знаю нас я по крайней мере как человек который любит историю государства и достаточно хорошо знаю вот я вижу вот эту закономерность поэтому однозначно конечно развиваться индустрия производства сетевого оборудования будет это факт она уже развивается и достаточно хорошо то что нас прижимают санкциями это плохо это фактор тормозящий но с другой стороны он зато хорошо развивает инженерную мысль потому что приведу простой пример да вот как только санкции пролетели все это началось мы там где-то по весне в клубе эти директоров обсуждали вот что же будет как же мы будем жить туда-сюда инфраструктура санкции поставки и возникла так интересная мысль и что на чем чем будет чем будет доходить будут лучше код будут оптимизировать ну потому что вот и говорит пожалуйста у меня разрабы приходят инфраструктурщики приходят к разрабам у инфраструктурщиков есть люди которые там ну плюс-минус в коде понимают без уж тачу вас так коряв написано почему он там при выполнении этого запроса еще там трогает вот эти базы но это же не надо будет сушить это лезешь не твое дело трогать значит надо все не мешать и для сервера обоза сервиса все мы кодем ты обеспечивая вычисления и сеть и вот пока скажем так ситуация позволяет кривой код можно сдавать и в целом претензии к оптимизации нет а сейчас когда оптимизируем инфраструктуру сложно развивать возникнет что запрос на оптимизацию поэтому я верю что наши программисты научиться писать какие-то более энергоэффективные эффективные с точки зрения усилий фактически до энергии эффективно алгоритмы коды языки поэтому я верю что все-таки у нас очень хорошая физмат база безусловно мы ее подчасти потеряли там какая-то часть вернется но все равно я верю в то что в этих условиях как нация сможем точно найти какой-то свой там на костылях путь решения и это хорошо потому что это развивает и предпринимательство и промышленность которую давно пора было развивать просто плохо что в таких условиях я сторонник чтобы развивалась она в отсутствие санкций и при наличии глобальных рынков и у нас осталась одна тема связана с шифрованием и как все это влияет в общем-то на операторов связи на поставщиков интернета если успеем что-то сказать по этому поводу дмитрий как но как влияет никак не влияет трафик мы что мы трафик отпускаем там зашифрован он не зашифрован какая разница если на это речь будет идти про то что нам надо будет какой-то свой трафик шифровать там технологический ну чуть-чуть там подрастет капекс потому что надо будет докупать оборудование чтобы то что раньше не зашифрованном виде летала чтобы расшифровалась но принципиально вы знаете мы живем век когда приватность это новый вид роскоши и граждане безусловно те кто хочет сохранять свою некую частную приватность в сети будут безусловно как-то за это бороться там государство будет этому как-то помогать с точки зрения там заботы о гражданах и при этом где они с точки зрения деанонимизации когда ему это нужно но как это на операторах отразиться но и как количество угроз растет сетевых операторы с ними работают вендоры готовят оборудование не очень понимаю вопрос относительно нас как я тогда попробую чуть-чуть уточнить потому что тоже есть разное обсуждение вот с точки зрения шифрования в днс трафика когда мы смотрим пользователь ходил ресурсом обращался есть такой сюжет который часто тоже вот ставят что ой ой какой ужас что операторам связи да интернет провайдерам типа это выгодно видеть потому что они либо там куда-то данные продают либо либо они исполняют какие-то запросы правоохранительных органов то есть как бы эта история такая как бы вроде хорошая но не очень но с точки зрения приватности вот а что вообще сами операторы думают им проще чтобы все было шифрованное чтобы не вопросов не было или по старинке но дать так конечно же шифрованный трафик проще как я называю нюхать соответственно с того что у них алтам можно майнить какие-то данные какие-то там наверное бигдату которую можно там как-то мочить продавать до сюда но наверное это вопрос скорее в мтс там есть какой-то там отдел который вот сидит там и придумывает как там с днс значит записи на майнить каких-то полезных зданий которые можно как-то монетизировать слету там или в какой-то перспективе а потом это еще посчитать и доказать что вот это это вот то что мы там проанализируется поставили там и куда-то продали я когда-то когда еще только дипя и как технология появилась на наших операторских конференциях еще когда аж с и не было в инстаграме да и вообще его толком нигде не было какой там вот господи не соврать там знаю наверное опять восьмой почему-то вспоминается 0 9 что такое ну да вот тогда казалось что мы операторы мы будем владеть всем миром всеми знаниями мы знаем о пользователях все мне так казалось я там даже у меня пару в голове стартапов был на этот счет но не дошло да и слава богу потому что но в общем глобальные компании не пускают к себе конкурентов поэтому в первую очередь google apple facebook amazon там яндекс они в первую очередь помогут пользователю анонимизироваться почему чтобы никто кроме вот владельцев этих сервисов чтобы ты проще говоря оператор это слишком опасно для их конкурент поэтому им выгодно помогать пользователям сохранять свою приватность но это вот приватность от операторов а приватности от поставщика сервиса у вас черно не будет для него вы прозрачно понятный где анонимизированы поэтому на мой взгляд каких-то рисков для граждан нет все равно это вот такая борьба систем между собой но развиваться технологии анониме для анонимности безусловно будут но какой процентами будет пользоваться но единицы правде в глаза давайте посмотрим единицы сколько у нас гиков два процента ну параноиков еще парочка ну вот эти два вида клиентов это вот некий вот тот самый потенциальный рынок людей для которых это важно остальным нет но я так думаю есть еще история с шифрованием собственно самих маршрутов чтобы их нельзя было там подменить или там заменить переход это ну ну это но это скорее это как вопрос про критическую инфраструктуру и защиту от дураков на там такие штуки делаются внедряются не забыла и теперь 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 арпики ай да в биджи пи это да дон для повышения безопасности работы сетей но это скорее как бы но мировая тенденция да потому что когда спасибо большое да ну да это полезная технология просто но это не не про анонимность это просто для того чтобы отказоустойчивость биджи пи повысить ну тут просто главное разграничивать да потому что когда люди слышат шифрование сразу думают там про секреты и прятки от кого ну так мне кажется так думают на лубянке вот ну и наверное обывателя помогу я попробовать давайте никого мы с вами собственно говорим об ужесточении законодательства преимущества как о чем-то негативном вот я просто по доле своей работы во первых регулярно сталкиваюсь с различными нарушениями причем достаточно дикими ну то есть доходит до того что мы блокируем пользователя у нас на сайте допустим пользователь этот утверждают что вот вы говорит такие плохие мне у вас на сайте скидывали детская порно но он пытается таким образом нас типа шантажировать мы чтобы мы спросили кто вам скидывал разбанили его и так далее мы прекрасно знаем что никто ему никаких изображений не скидывал и значится мы ну что мы делаем мы отказываем носу из деликатности продолжаем скажем так разговор он присылает нам детская порно собственно берет откуда-то скачал два файла прислал мы соответственно об этом прецеденте сообщаем в полицию полиция говорит о ну пусть операторы соответственно напишут что-то типа свидетельских показаний я как идиот два часа своей жизни трачу на то чтобы описать в этих свидетельских показаниях содержание этих изображений что неблагоприятно сказывается на моем душевном здоровье вот потом оказывается что этот товарищ живет где-то там узбекистане он достал мы в конечном итоге дошли до фсб оказалось что этот товарищ достал и я поддержку в контакте еще там кучу народа вот сделать они ему ничего не могут потому что он сидит у себя там где-то в этом вот узбекистане не узбекистане собственно никакого взаимодействия не налажено с ним и межведомственного скажем и эти истории они абсолютно разные то есть я с чем только не сталкивался какая-то тварь у моей матери воровала фотографии заполняла ими свои аккаунты в соцсетях я не мог от соцсетей добиться чтобы они удалили эти анкеты потому что но она там их допустим не ставила в публичный доступ то есть у нее были закрыты анкеты ну какое-то время я видел что в индексе поисковиков высвечивались эти анкеты с фотографиями матери но когда я говорил администрации в контакте ну поддержки в контакте проверьте какие там фото они говорили а мы не можем проверить какие нам фото вот это закрытый аккаунт ждите я в итоге дождался пока она опять на аватарку поставить фото матери и тогда уже они ее кое-как заблокировать и все вот эти вот истории они как бы ну не знаю я с чем только не сталкивался у нас на сайте куча всяких политических ролей николай простите да вопрос в чем история понял вы знаете больше меня вопрос чем я понял вопрос смотрите однозначно это не так плохо однозначно мы придем к этому и я уверен что если уж мы говорим про футурологию то в течение 10-15 лет у нас точно появятся цифровые паспорта и доступ сеть будет через них вопрос будет ли при этом так работать законодательство как вам хотелось и как мне бы тоже хотелось близкие дети и вообще в целом до общество было бы хорошо если бы жулики и прочие ахламоны и преступники вся остальная мразь значит не могли пользоваться пользоваться сетью и вредить гражданам вот получится ли так не уверен но то что будем мы все заходить сеть по паспорту я уверен что это все не загораемо биометрическому да 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 но давайте подумаем да если все граждане у нас будут с биометрией если будут цифровые паспорта у нас появятся какие там условно qr рецепты qr доверенности когда не нужно носить паспорт в сети да вы будете деанонимизированы в сети полностью но зато из сети можно будет прям вот забанить исключить возможность условного вот этого жулика ей пользоваться когда можно будет законодательно вводить ограничения на пользование сервисами и она действительно будет наступать почему потому что в россии будет какая-то единая система авторизации привязана она будет к этому там цифровому паспорту если суд постановил вас сервисов лишить и от них отключить то вы ими пользоваться не сможете может такое быть технологически в будущем с учетом того что там будет готова юридическая база да может будет не уверен я вижу все таки что у нас тенденция законотворчества пока такая что государство не стремится сделать жизнь проще она больше все таки пока про забор и ограничения они про улучшение качества жизни особенно в таких сложно регулируемых сущностях как интернет но в будущем наверное это случится я бы очень хотел чтобы так произошло я считаю что анонимность не нужна для нормальных порядочных людей ну просто потому что и все они существуют всегда может остановить патруль получить ваши документы если у вас их нет посадишь вас установить идентифицировать а технологии слежения не так есть и с одной стороны плохо когда каждый ваш шаг снимается на камеру с другой стороны давайте посмотрим криминогенность в регионах где видеонаблюдение есть где есть система распознавания она ниже чем значительно ниже чем по региона где ее нет и естественно для преступников неотвратимость наказания она является основанием не совершать преступления в этой локации где она не отвратима ну или вероятностно высшее применение собственно закона к нарушителю поэтому я уверен что у большого брата есть плюсы если правильно то есть если цель администратор этой системы улучшать жизнь граждан если цель ухудшать то работает в обе стороны одинаково хорошо это ваш теска пишет чате что уже сейчас можно зарегистрироваться через госуслуги но последний год-два появились факты как раз таки неправомерного доступа к учетным записьм госуслугах то есть как обеспечить что не не подменят твою личность потому что всегда будет некая соревнования броня брони и снарядов согласен но я не знаю дать так я верю в то что если цель тех кто взялся это сделать и поддержка есть вся раз у нас страна все-таки такая вертикально интегрированная то если есть центральная мысль и воля то в общем-то можно сделать такое радужное цифровое будущее вполне возможно и минимизировать риск подмены с помощью там специальных систем двойной тройной верификации ужесточение наказаний за преступления такого рода чтобы администраторы систем если они являются узким местом проходили полиграф тщательно отбирались и в случае нарушения там ужасно карались и при этом получали там хорошую зарплату наша проблема зачастую просто в том что не подумав дали права большому количеству администраторов у которых и никто их не проверяет и зарплаты маленькие а предложений много и они очень выгодны поэтому если ставить целью построить такую систему я уверен что технологии для этого есть правовая сторона но в нашей стране когда государству надо но там три часа пару дней принимают поэтому о чем мы говорим то ну когда надо все умеют просто не надо это вот когда начнет аппарат и законотворческие исполнительные власти работы синхронно на вот эту вот цель технологии для этого все есть я верю что так возможно и при этом повторюсь я считаю что в сети анонимность она не нужна если это сделано во благо безопасности и я сторонник довольно либеральных взглядов относительно в целом вообще как это гражданского общества но при этом сторонник довольно радикальных методов вот этой самой цифровизации вопрос еще что ставить во главу угла если мы говорим о безопасности граждан там одна история в главе угла безопасности государства все тогда это уже не про граждан тогда наступает совсем другая сторона медали то самое которые боятся работает система коряво подменить можно наказать могут при этом еще и посадите прав лишить и так далее но если в мире розовых пони пофантазировать как может быть классно то там цифровой рай по qr-коду ты предъявил рецепт в аптеке рецепт это не твой а твоей тети а у тебя есть цифровая доверенность которую тут же отсканировали убедились что да это она и вот ты купил лекарства и донес его у тебя нет никаких бумажек тебе не надо тащить несчастную эту больную тетю ты просто взял и купил то что ей нужно несмотря на то что это там условно как это особого учета лекарств например или когда вам не нужно таскать с собой паспорт и границу вы проходите и кстати на самолеты например вы садитесь спокойно